приветствую вас на своем канале в этом видео я расскажу о действенном и копеечном средстве которое способно помочь в развитии корневой и наращивании листовой массы речь сегодня пойдет о янтарной кислоте последнее время я использую ее в таком варианте предназначена она для садоводов огородников и выглядит как белый кристаллический порошок приобрести ее можно в цветочной садовом магазине а можно использовать в таблетированную форму купленную в аптеке универсальное средство как для цветов комнатных растений так и для рассады кстати немного отличимся что касается рассады вот у меня рассада базилик лимонный классный лимонный аромат у него вообще есть много разновидностей аромат ванили и гвоздичный аромат незаменимая пряность в приготовлении блюд поэтому выращиваю я не только фиалочки янтарная кислота это не удобрение это стимулятор развития растений в натуральном виде она содержится в небольшом в минимальном количестве практически во всех растениях но если растение затормаживается в развитии если растение слабое или находится в неподходящих условиях растет то мы можем ему помочь будет лучше наращиваться корневая система растение будет лучше и быстрее потом усваивать все питательные вещества то есть будет больше всасывающих корешков с помощью которых потом и будет поступать растению всех микроэлементов вот у меня к примеру черенок фиалки с деткой проливала я его один раз янтарной кислотой вот такая вот посмотрите у него корневая крепкая здоровая белая корневая также она как стимулятор роста отлично помогает нарастить надземную часть то есть листовую массу посмотрите какие у меня розеточки я тоже их проливала янтарной кислотой эти фиалочки листва здоровая мощная зеленая хорошо эти розеточки уже облиственные и будут готовиться к цветению какая еще польза от янтарной кислоты кроме того что она стимулирует рост улучшает усвоение различных питательных веществ она еще и повышает общий иммунитет растения если растение переболела то как реаниматор она может помочь восстановить естественные жизненные силы растения что касается дозировки как разводить янтарную кислоту если применять таблетированную форму то две таблетки будет достаточно на литр воды желательно таблетку перед этим хорошо измельчить и растворить слегка теплой воде не в горячей но и не в холодной для лучшего растворения лучше взять слегка теплую воду чтобы все кристаллики хорошо растворились если брать ее в такой вот форме в порошке то 1 грамм не полный даже 1 грамм на 2 литра воды можно взять а вообще с обратной стороны здесь указывается вот способ применения для семян черенков цветочные культуры плодово-ягодные культуры все здесь указывается сколько нужно развести растение примет столько сколько ему надо янтарной кислоты но лучше все равно не переусердствовать и разводить по инструкциям на этом друзья буду заканчивать это видео если у вас остались вопросы задавайте в комментариях будем разбирать и до новых встреч всем пока